Ну вот и свершилось. На этой неделе, наконец-то, оперативное совещание в правительстве Республики Башкортостан прошло в режиме офлайн. Я не знаю, обнимались ли соскучившиеся друг по другу члены правительства перед началом оперативки, но теперь все они лично присутствовали в одном помещении, правда, одеты в новенькие синенькие масочки. И Радий Фаритович сделал достаточно объемное вступление на этой оперативке. Начал он с того, что буквально на следующий день, завтра, случится долгожданный форум «Территория будущего. Взгляд из сердца Евразии». Название форумов становится все длиннее, видимо, аккумулируя в себе дополнительные-дополнительные смыслы, которые так и набираются исключительно в этом названии. Но, тем не менее, форум анонсирован. Хабиров строго предупредил, что на форуме будет 50 спикеров, в том числе из разных других стран. Как они добираются до России, совершенно непонятно. А также будет два федеральных министра. Это господин Якушев, министр строительства, и господин Фильков, министр науки, которым непременно нужно показать все самые лучшие места в городе Уфе. Хабиров также сообщил, что всех участников форума будут тестировать на COVID-19, что, по его мнению, убережет их от распространения этой страшной напасти. Кроме всего прочего, Хабиров повелел начать отпускать в регулярные плановые отпуска чиновников в Республике Башкортостан, отметив, что чиновники работают на износ. И добавив от себя, что, судя по всему, осень и зима будут сложными. Я не знаю, знает ли что-то ради Хабиров то, о чем пока умалчивает, но вот эта вот тревожная нотка звучала неоднократно на этом совещании, и мы к этому еще вернемся. Не обошел своим вниманием во вступлении ради Хабиров и голосования по поправкам в Конституцию, которые вот уже пятый день бушуют на территории Республики. По мнению Хабирова, голосование идет хорошо. Он всегда верил в дисциплинированность нашего народа и отметил, что в некоторых районах Республики уже 100% населения проголосовало за поправки. Ну, что тут добавить? Даже по данным ЦИК Российской Федерации, не более 45% избирателей проголосовало по Республике Башкортостан, но у ради Хабирова есть места, где уже и 100%. Тут, наверное, нужно надеяться на то, что золушка нашего ЦИКа, госпожа Макаренко, будет строго следить о том, чтобы карета не превратилась в тыкву, а голосование в этих замечательных районах не превысило 100%. Первым штатным докладом на оперативном совещании традиционно был доклад Максима Забелина. Мы как-то уже привычно относимся к его докладу и даже не обращаем внимания на его заглавие, но в этот раз я прошу обратить внимание о том, как назывался этот доклад. Доклад назывался «О мобилизации системы здравоохранения и создании условий работы медперсонала в Республике Башкортостан». Вот так вот цветистый, длинный и научный назывался этот доклад. Максим Васильевич в этот раз побил все рекорды. Доклад господина Забелина на такую сложную и наукообразную тему занял, внимание, 67 секунд. Я специально хронометрировал его доклад и было несложно переслушать его заново. Так вот за 67 секунд господин Забелин отчитался о мобилизации системы здравоохранения и создании условий работы медперсонала в РБ. Впрочем, ни слова о том, как был заглавлен этот доклад, в самом докладе не было. Забелин просто перечислил цифры. 5315 заболевших, 693 в больницах, 2870 человек выздоровело, 18 человек умерло и проведено 394569 тестов за все время борьбы с коронавирусом. Кстати говоря, эта цифра существенно отличается в меньшую сторону от того, что он говорил раньше. Объяснений этому нет. Ни о каких условиях для медиков Забелин говорить не стал, ни о какой мобилизации здравоохранения Республики Башкортостан Забелин говорить не стал и смог уложиться, напомню, в 67 секунд. То есть, в общем и целом, для министра, ведущего сейчас по ситуации министерства в Республике Башкортостан, достаточно чуть больше одной минуты для того, чтобы полностью охарактеризовать ситуацию в его достаточно непростой сфере. Продолжая иронизировать на тему краткости доклада Забелина, я предположу, что в скором времени, наверное, Максиму Васильевичу достаточно будет просто кивнуть с места, чтобы его доклад был принят. Потому что, ну, зачем уж повторяться в десятый раз, что у нас никто не умирает от COVID-19, при том, что журналисты один за другим уже проводят расследования, пишут огромные тексты. На прошлой неделе разразилась мадам Павлова возмущенным текстом о том, что врут, врут, врут. До этого было расследование про Уфу о том, что в моргах выдают десятками тела, упакованные специфическим образом. Но, тем не менее, смертность от COVID-19 у нас стоит на месте, 18 смертей за все время. Но, видимо, Максиму Васильевичу все ни по чем, и в скором времени, действительно, он будет, наверное, докладывать о ситуации по COVID-19 в течение пары-тройки секунд. В отличие от Забелина, Хабиров был более многословным, подытоживая доклад министра здравоохранения республики. Начал Хабиров весьма тревожно. Ситуация идет ровно вот уже 10 дней, сказал Хабиров. Но у нас нет оснований отменять изоляцию. Мы планировали открыть детские лагеря 1-3 июля, но мы делать этого не будем. Не берем грех на душу. Следующие вероятные даты открытия детских лагерей назначаются 15 июля. Масочный режим никто не отменял, строго напомнил Хабиров. Но мы не можем продолжать штрафовать людей. Чуть было не добавил Ажаль. Массовые мероприятия в РБ, заявил Хабиров, проводятся только по решению оперативного штаба. Форумы, Дни молодежи и прочее. Вот здесь я позволю себе задать вопрос. Ради Хабиров у нас, в общем-то, номинальный юрист. Он, в принципе, наверное, знает, что существуют законы, кодексы и прочие нормативные акты, которые регулируют ту или иную сферу жизни общества. В том числе и массовые мероприятия. Сейчас, на данный момент, массовые мероприятия запрещены его указом. Теперь получается так, что разрешать массовые мероприятия будет тоже оперативный штаб. Нам, пожалуй, нужно какое-то разъяснение. Ну, хотя бы юриста Хабирова. Пускай он выйдет и выступит. Уважаемые сограждане, больше законы в Российской Федерации не действуют. Работает только оперативный штаб. Вот чего он решит, так вы жить и будете. Мы хотя бы поймем схему. Мы, конечно, задумаемся, законно это, незаконно, подзаконно и так далее, но нам нужна ясность. Сейчас этой ясности становится все меньше и меньше. Оперативный штаб где-то у себя в кулуарах на задворках принимает решение, проводит вот эти безумные марши медиков, как их уже назвали, марши смерти. Проводит дни молодежи, на которых Ахмадинуров катается с девушками по реке на корабликах, фоткается и веселые, все без масок и так далее. То есть, вот это оперативный штаб разрешает. Но и при этом Ради Хабиров тревожно сообщает нам, что детских лагерей не будет, что старики должны соблюдать самоизоляцию и прочее, прочее. Вот этот вот разрыв смыслов, он у нас все увеличивается и увеличивается. Пожалуйста, разъясните нам, Ради Фаритович, как нам дальше жить и кто для нас главный. Кодекс об административных нарушениях, кодекс там о труде, кодекс там еще о чем-нибудь. Или вот просто тупо решение оперативного штаба. И начинайте уже их публиковать отдельными книгами, томами. Может быть, надо начинать уже на юрфаке изучать решение оперативного штаба как законодательный акт. Я не знаю, но что-то надо с этим делать. Подытоживая вот это выступление Хабирова, я очевидно для себя отмечаю, что Ради Фаритович, вторя Первому каналу и своему другу Соловьеву, судя по всему, начинает готовить население республики ко второй волне изоляции. Ко второй волне изоляции, столь необходимой для властей Российской Федерации, для того, чтобы окончательно удушить и уничтожить экономически независимую часть населения, посидим еще месяц-другой на карантине, не выходя из дома, полностью разрушим малый и средний бизнес, и тогда в этой стране не останется людей, которые будут хоть сколько-нибудь независимы от бюджетной сферы. А там дальше уже и управлять этим государством станет существенно проще. Судя по всему, вот подобная логика присутствует, и Хабиров, послушно подчиняясь воле федеральных властей, начинает потихонечку готовить население республики к очередному закрытию на пару-тройку месяцев у себя по домам. Вопреки ожиданиям, вторым докладом не был доклад Ленара Хакимовна Ивановой, и вообще в этот раз ей не дали слова. Судя по всему, после ее выходки на прошлой неделе о халявщиках и прочих безобразных высказываниях, Ленару Хакимовну поместили в жесткий информационный карантин, и какое-то время мы не будем видеть ее на сцене вот этого цирка. И вторым докладчиком оперативного совещания был Борис Владимирович Беляев, который сделал традиционный доклад о ситуации в ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях в РБ. Во первых строках Борис Владимирович, как обычно, поведал о том, что ЖКХ Республики трудится в штатном режиме, никаких аварий у него опять не было, больше он не стал перечислять те на самом деле существующие аварии. Видимо, в прошлый раз это было так угрожающе и так противоречиво, что ему посоветовали больше этого не делать. Борис Владимирович отметил, что готовность объектов ЖКХ к зиме составляет 40%. Я не знаю, много это или мало. У нас только-только начинается середина лета. Я думаю, что у Бориса Владимировича еще есть время залатать эти ржавые дырявые дыры в трубах и всевозможных коммуникациях Республики Башкортостан. Также Борис Владимирович рассказал нам о днях чистоты, потому что в прошлый раз Радифоритович ему об этом заповедал рассказать. В частности, Борис Владимирович сообщил, что в днях чистоты приняло участие аж 643 тысячи человек. Из них 600 тысяч это сотрудники сферы ЖКХ, 28 тысяч студентов, неведомым образом согнанных на это мероприятие и 14 тысяч волонтеров. Вот здесь я, конечно, усомнился бы в этой цифре. Но факт тот, что господин Беляев в разгар пандемии собирает 600-тысячные сообщества на подметание улиц. Что, конечно же, никак не сказывается положительно на пресечении распространения вируса COVID-19. Господин Беляев сообщил нам о том, что собираемость платежей по ЖКХ в Республике Башкортостан составляет 90%. Вот здесь я тоже бы усомнился, потому что в среднем по России этот показатель упал до 70% и продолжает падать. Однако Беляев утверждает, что Республика Башкортостан и ее население значительно более покорны судьбе и продолжают дисциплинированно платить взносы по ЖКХ. Резюмируя доклад господина Беляева, Хабиров почему-то заговорил о мусорных контейнерах и мусорных площадках и высказался так, что мы научились делать мусорные площадки, и некоторые из них являются произведением искусства. Безусловно, искусство – это понятие субъективное, противоречивое, зачастую абстрактное, потому мы не понимаем, какими из контейнеров восхищается Радий Фаритович. Возможно, вот этими булгаковскими, которые находятся в поселке Булгаково и, безусловно, радуют глаз завзятых абстракционистов. Традиционно, садокладчиком Беляева на эту тему был господин Морзаев, который сухо сообщил о том, что за истекшую неделю произошло 68 ДТП, 75 пострадавших и 12 погибших. 12 – это, конечно, многовато для недели. Хабиров, выслушав Морзаева, сделал ему неожиданное назидание. Дословно скажу, как оно звучало. Просьба к гострансу постоянно быть в повестке ситуации нашей жизни. Ну, весьма витьеватое назидание. Тем не менее, судя по всему, оно относилось к тому, что Государственный комитет по транспорту и дорожному строительству полностью и абсолютно отсутствует в медийном пространстве республики. Не существует никаких мероприятий для журналистов, нет никакой связи с этим министерством. И господин Морзаев, очевидно, что занял позицию абсолютно изоляционистскую. Избежав каверзных вопросов по поводу ямочного ремонта, он, видимо, подумал, что вот именно так нормально существовать этому ведущему ведомству в информационном пространстве. Ничего никому не скажу, ничего не расскажу и не покажу. Ну, очевидно, что такая позиция, конечно, тупиковая. И она только аккумулирует вопросы и претензии к этому ведомству. Судя по всему, ближе к осени этих вопросов будет так много, что придется все-таки на них отвечать. Третьим докладчиком на оперативном совещании была Римма Юрьевна Бойцова. Честно признаться, мы уже подзабыли о ее существовании, однако зачем-то ее снова выпустили на арену. И она рассказала о ходе реализации в Республике Башкортостан национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Привычным образом Римма Юрьевна рассказала о том, каким способом она захоронит очередной миллиард, выделенный из бюджета на эти благие цели. Собственно, мы слышали уже неоднократно все вот эти формулировки и даже слышали все цифры, которые сообщила нам Римма Юрьевна. Она сыпала цифрами действительно очень обильно. Она рассказывала нам о том, как она за миллиард рублей расширит доступ «Малого и среднего предпринимательства» к кредитным продуктам. Всего лишь расширит доступ, расчистит дорогу в банке, видимо. В захлеб Римма Юрьевна рассказывала об акселераторах «Малого и среднего предпринимательства», обо всех этих вот акселераторах, каворкингах и прочих красивых словах. А также о том, что она вбухает в индустриальные парки 500 миллионов рублей. Давно уже всем понятно, что эти индустриальные парки у нас не работают. Еще со времен Хамитова, который как будто бы на бумаге понастроил их тут штук 7 или 8, и никакого толка от этого не было. А также Римма Юрьевна с восторгом сообщила, что аж целые 18 миллионов рублей она выделит моногородам, 4 моногородам, на развитие малого и среднего предпринимательства. В общем, конечно, аттракцион невиданной щедрости 18 миллионов на 4 города – это просто капец. Основным тезисом доклада Бойцовой был тезис о стопроцентном кассовом освоении. То есть главным достижением ведомства является освоение вот этого миллиарда, а вовсе не стимуляция, не развитие малого и среднего предпринимательства. Римма Юрьевна повторила формулу «стопроцентное кассовое освоение» 18 раз за весь свой доклад. От себя я отмечу, что доклад Бойцовой носил очевидный характер матрешки. Дело в том, что все, о чем докладывала и отчитывалась Бойцова, уже числится в тех мерах экономической поддержки малого и среднего предпринимательства, которые были оглашены в связи с этим экономическим кризисом и пандемией коронавируса. Зачем нужно было выпускать Бойцову, совершенно непонятно. Может быть, там время пришло, может быть, по списку нацпроекта надо было оптичить, потому что в последнее время Хабиров сказал, что нужно возобновить эти отчеты ведомств по нацпроектам. Ну, в общем, вот так случилось. Повторюсь, Римма Бойцова продублировала собственный доклад, который делала месяца полтора назад. Ошалев от доклада Бойцовой не меньше моего, Хабиров даже сказал, что у него рябит в голове от цифр. Порадовав нас очередным перлом, Хабиров собрался, пришел в себя и поинтересовался у Бойцовой, а сколько же у нас самозанятых в республике. Бойцова бегло и сходу ответила на этот каверзный вопрос, сообщив, что по плану в этом году должно быть 29 600 самозанятых в республике. И уже на данный момент она насобирала их 17 900 человек. Окончательно опомнившись, Хабиров перешел к претензиям и напомнил Бойцовой о том, что давным-давно она обещала свозить его в книжку и показать ему вот этот достославный каворкинг-акселератор или еще что-то там, но так и не пригласила. Хабиров даже слегка обиделся на Бойцову. Тут Бойцова смутилась и стала лепетать о том, что ей не хватило денег на замечательное строительство, на то, что там неблагоустроена территория перед зданием книжки. Ей очень стыдно везти туда дорогого Ради Фаритовича, показывать ей свои достижения. Сворачивая тему, Хабиров повелел Назарову отыскать эти небольшие деньги на благоустройство территории вокруг книжки. И, в общем, на этом доклад Бойцовой был свернут. Четвертым докладом на оперативное совещание был еще более пустой доклад министра сельского хозяйства о системе поддержки фермеров и системе кооперации на селе. Господин Фазарахманов сообщил нам во первых строках о том, что он вовлек в предпринимательскую деятельность на селе 2411 человек, что составляет 106% от плана и, собственно, оставшиеся полгода господин Фазарахманов может почивать на лаврах. Осталось непонятно, какими такими посулами вовлек с лишним тысяч человек в сельское предпринимательство Фазарахманов, однако стало известно, что на это вовлечение он потратил аж целых 266 миллионов рублей. Далее Фазарахманов рассказал нам о том, что он и напрямую стимулирует кооперацию и малый и средний бизнес на селе, и по программе «Агростартапы» он потратил сумму, правда, меньшую, чем на вовлечение, всего 212 миллионов рублей, на гранты до 5 миллионов рублей и распределил их среди 60 грантополучателей. Фазарахманов посетовал на то, что бюджетная система Российской Федерации устроена так неуклюже и нелепо, что гранты получатели получат только осенью. И совершенно непонятно остается то, каким же образом они будут реализовывать в холодное время года эти гранты, что с них спросят, какая будет дальше судьба этих 212 миллионов рублей. Но это нисколько не смущает Фазарахманова, он начал отчитываться уже о цифровых показателях своих вот этих вот агростартап-проектов. И тут, конечно, все выглядело очень скромно, потому что количество новых рабочих мест при вот этой совершенно огромной миллиардной сумме всего, истраченной Министерством сельского хозяйства на все эти мероприятия, так вот, рабочих мест всего 148. Количество новых объектов, субъектов малого и среднего предпринимательства в сельской сфере республики и вовсе 80, а количество вовлеченных в кооперативы граждан 1926. Вот эти скромные цифры для 4-х миллионной республики, конечно, не могут не настораживать. Однако Хабиров приободрил Фазарахманова, напомнив ему, что республика Башкортостан по этим скромным показателям занимает первое и второе место по Российской Федерации. Страшно предположить, какова же ситуация в этой сфере в других отстающих регионах, но мы тут, оказывается, первые. В завершении доклада Фазарахманова случилось смешное. И это смешное было спровоцировано тем, что Ильшат Илдусович в запале страсти забыл поблагодарить и похвалить мудрого руководителя республики за участие в процессах, связанных с его сельским хозяйством. На протяжении всего доклада Фазарахманова он ни разу не упомянул роль Хабирова в процветании сельскохозяйственной отрасли республики. И Хабиров, конечно, не применил ему напомнить об этом. Скромно, но настойчиво Ради Фаритович отметил, что его личное участие в сельхозчасах происходит не только для того, чтобы погрузить меня в тему, как он выразился, но и существенно ускоряет сроки решения важнейших задач сельского хозяйства республики Башкортостан. Тут, конечно, Ильшату Илдусовичу надо бы себе поставить некую галочку. В следующих докладах нужно не забывать о том, что только благодаря активному и личному участию Ради Фаритовича сельское хозяйство республики Башкортостан движется в свое светлое будущее. Завершающим докладом оперативки был доклад министра образования Республики Башкортостан Хажина Айбулата Вакиловича о ходе подготовки к единому госэкзамену в Республике Башкортостан. Айбулат Вакилович отметил, что в этом году 19 тысяч выпускников будут сдавать единый госэкзамен, что в связи с пандемией коронавируса внесены существенные изменения в формат сдачи экзаменов. И, например, в аудитории будет находиться не более 9 экзаменуемых, что, конечно, вносит некоторые осложнения в процесс сдачи этого экзамена. Основные этапы сдачи ЕГЭ пройдут с 3 по 25 июля 2020 года. Дополнительный период состоится в августе. Это для тех, кто по каким-либо причинам этот экзамен не сдавал. Ну, Хажин заверил всех слушателей и зрителей о том, что все необходимые меры безопасности во время сдачи ЕГЭ будут соблюдены, а также будет обеспечено 100% видеонаблюдение сдачи экзаменов. Хабиров кратко резюмировал доклад Хажина тем, что он благодарен школьникам и Министерству образования за то, что школьники не испугались сдавать экзамены, что в таком большом количестве, в общем-то, типичном количестве для предыдущих годов, школьники будут сдавать ЕГЭ, что явится залогом того, что они впоследствии успешно поступят в высшие учебные заведения страны. Завершил оперативное совещание ради Хабиров тремя весьма значимыми заявлениями. И начал он с того, что он принимает решение о продлении еще на две недели до 15 июля режима самоизоляции для граждан старше 65 лет. Как это вяжется с тем, что людям нужно идти голосовать, к чему, собственно, активно призывает и сам Хабиров, совершенно непонятно. Вот этот вопрос он не уточнил. То есть старики одновременно должны сидеть дома, но при этом они должны сходить на голосование. Либо воспользоваться, конечно, опцией голосования на дому. Но, как говорят наши источники, вот это домашнее голосование не приняло массового характера. Ну, вот, например, Руслан Валиев, который работает на одном из участков, сообщил о том, что в день 5-6 человек вызывают кого-то, вот к этой урну, вернее, вызывают домой. Вряд ли это действительно примет массовый характер. То есть тут прямое противоречие между тем, что добиваются ради Хабиров, он добивается массовой явки на выборы, а пенсионеры у нас самые активные участники выборов, при этом он запрещает им выходить на улицу. Вторым моментом, который отметил Ради Хабиров, был почему-то опять фонтан Журавли. Вот эта навязчивая идея по поводу этого фонтана, она никак не покидает Хабирова. 30 июня он поедет принимать этот сухой фонтан, так называемый сухой фонтан. Это когда у фонтана нет чаши, и вода бьет прямо из поверхности, и куда-то там, значит, утекает. Ради Хабиров очень рад этому фонтану, сообщил нам, что в Уфе в скором времени появятся еще два таких фонтана, еще один будет построен в Ишимбае. Это действительно очень красивое и очень недешевое удовольствие, которое, наконец-то, постигнет жителей нашей республики. Завершил Ради Фаридович оперативку и вовсе тревожным и загадочным поручением. Он поручил заместителю премьер-министра Муратову и министру финансов Игдесамовой собрать глав районов и просветить их на тему того, что в бюджете все очень тревожно, денег на дороге нет, и нужно разъяснить, какие будут дальнейшие финансовые действия республиканских властей. Это сообщение, конечно, было в прямом противоречии с предыдущим, потому что деньги на вот эти сухие фонтаны, видимо, есть, а на дороге уже нет. И вообще непонятно, что за загадочное поручение собрать глав районов и городов и разъяснить им, непонятливым, что деньги в бюджете кончились. Ну, поживем, увидим, что это означало, посмотрим, какой будет резонанс этого совещания. Ну, в общем, господин Муратов и госпожа Игдесамова в ближайшее время соберут глав и расскажут им, как все плохо в бюджете республики Башкортостан. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова